Статистика свечить. Сегодня основной шлях передачи ВИЧ-инфекции половы, а наибольшая небеспечная группа, люди возросли от 40-х годов. А маль половы тех, кто захворыл, с этой категорией. Не то, как и они нет байны относились до своего здоровья. По словам медиков, шмат кто в этом возросли. ВИЧ мое минимальное уявление. На сегодняшний день приходят пациенты из сельской местности, которые и слухом не слышали, что такое ВИЧ. Они не знают, с каким диагнозом их сюда направляли и что в них выявили. Поэтому мы уже думали, на дворе уже какой-то 2017 год, много средств массовой информации, интернет и билборды, и, конечно, много литературы, но народ не знает о том, что такое ВИЧ вообще. Гэтай занятки со студентами Гомельского тяжелого медицинского университета плановая. Почас учебы они проходят курс эпидемиологии, в рамках якого особливая увага надается профилактици ВИЧ. Отповедные лекции читают в областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Специалисты центра свечат. Сегодня в мерах безопасности ведутся даже не все врачи. До речи, среди тех, кто захворил в этом году, есть один медик и один наставник. При повреждении кожи, не обработанным каким-то медицинским инструментом, где были следы крови, нужно вымыть повреждения с мылом и обработать доступным антисептиком. Это либо перекись водорода, спирт, йод. В принципе, этого достаточно. Если 10 лет тому для лечения ВИЧ на Гомишине использовались только 3 препараты, то сейчас 12. При отповедной терапии ВИЧ-инфицированная живут больше по 20 лет. Тут жмат залежит от своейчасовости постановки диагнозу. Сгодно с действующим законодавством примусить человека сдать анализ на ВИЧ-нельга, аливерогодно худкое расповсюжение отримая новая методика, заснованная на экспресс-тестах. Чекается, что в ближайший час и они заявятся в свободном продаже в аптеках. Экспресс-тесты на ВИЧ уже истнуют, хоть у нас и на поколе не вельми распосюджены. Звычайно, ими корыстаются волонтеры. Выник можно доведаться не депресс 20 хвилин, хоть потом его все равно придется перепроверить в медицинской установе. Далее, кошт такого экспресс-теста – 10 рублей. Еще намагчемость позбегнуть захворывания. Так званая постконтактная профилактика, когда на протягу 72 годин после верогодного небеспечного контакта звернуться в областную инфекционную больницу, тут бесплатно окажут достатково эффективную допомогу. Эта профилактика назначается первые 72 часа после контакта. Тогда она эффективна. Выдается бесплатно и принимается лицом в течение 28 дней. Тогда считается, что лицо или человек не может быть инфицирован ВИЧ. Зараз в Беларуси формируется республиканский регистр пациентов с ВИЧ-инфекцией. Правда, пакуль унести его у всех хворых не отрывается. И это связано перш за все с недостатковой оснащенностью кабинету инфекционных захворываний у компьютерами и проблемами с доступом до сетки интернет. Меж тем медики закликают Жихаров в области самим больше уваги надавать уластному здоровью, особо в так званых проблемных районах. В Светлогорске, Жлобине, Октябрьском, но в то же время с прошлого года по сравнению с предыдущими годами достаточно много было зарегистрировано в Мозыре, в Калинковическом районе. По сравнению с другими районами идет значительный рост числа новых случаев в этих районах. Мы проводим в них и так называемый дополнительный скрининг, когда людям, которые обращаются в поликлинику, врачи особенно настойчиво предлагают сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в том числе.